Вот и здесь, так сказать, уже с апреля. С апреля, 6 апреля, как зашел в здание СБУ еще. Как ты даже дошел в СБУ? До этого момента я был водителем такси. Я работал в такси. А когда начались вот эти вот в городе у нас, и началось еще в том году беспредел в Киеве, когда жили друзей, товарищей, беркутовцев, ребят знакомых с ВВ. Ну, я понял, что не стоит уже быть равнодушным к тому, что происходит. Ну, на тот момент еще было мое государство, в котором я живу. В данный момент я живу в ЛНР. Я горжусь тем, что я живу здесь. Я горжусь тем, что у меня в руках оружие, что я борюсь за него. Много гордятся мои дети, мои родные и близкие. К сожалению, хотя даже не к сожалению, а к большой радости, что они находятся в безопасности. Ну, скажем так, что без слез смотреть то, что творилось в Киеве, невозможно было. Ну, были. Тогда можно было забыть, что-то не было. Да. Чем? Проблема в том, что было чем. Проблема в том, что, и об этом вам скажет у любого, здесь спросите, у кто здесь находится на позициях или в городе, у любого спросите. Если бы на тот момент, так сказать, наш президент Янукович не сдрефил бы, а дал бы команду Беркуту ФАС, вот этого бы сейчас, вот этого бы, вот этого бы, ничего бы не было бы. Ну, большой день был украл, я знаю, когда посадило по часам. Он приказ создал, та сторона уже подавала вечно, у них на самолету не было бы все. Очень, очень обидно. Ну, были два звонка, где здесь вот случился. Ну, скажем так, случилось-случилось. В данный момент у меня в руках не руль от машины, а автомат Калашникова. Азу. Зушечка. У нас достаточно вооружения, дабы встретить непрошенных гостей, которые пришли к нам на родину, к нам на землю. Ты жена не ревнуешь? Первые, так сказать, дни войны жена меня бросила, мы месяц вообще не общались, и она не могла понять, как это так, что я где-то не рядом с ней. А потом прошло время, она поняла, что была неправа, сама позвонила, мы помирились, и она, ну, скажем так, выполнила все мои просьбы. На данный момент она тоже, слава богу, находится в безопасности. Я со спокойной душой занимаюсь очисткой территории, от всякой нечисти. Понятно. В каких боях участвовался в этом боях? Ну, как командир, я находился, моя 9-я рота, я изначально был командир от 9-й роты, там за мою голову, там сумму неоднозначную назначали. Мы стояли со своей 9-й ротой на счастье, царство небесное, кто там погиб, память им вечная. Часть ребят в плен попала, ну, знаю точно, что половину людей сейчас обменяли, вернули уже. И часть 9-й роты была расформирована и занимается сейчас охраной спецобъектов и работой по городу у нас. И по диверсантам работаете? И по диверсантам, ну, не буду всего озвучивать. Там спецобъекты? Да, 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 да. Скажу так, что больше, намного большая часть 9-й роты осталась целая. Вот. Участвовал в боях на аэропорту. К сожалению, мы там потеряли часть, ну, малую часть людей, 4 человека. Это уже... Ты имеешь в аэропорт Луганский? Да, Луганский аэропорт, да, это уже... Как там события развивались? Ну, там развивались события, скажем так, была команда, что раздолбали склады укроповские. И с аэропорта выдвигалась колонна. Наша задача была малой силой встретить ее и уничтожить. Вот. Ну, мы приняли бой. Ну, и по окончанию у нас были потери, 4 человека мы потеряли. Цикла им память. И 2 человека было 300 раненых. Ну, так сказать, что в данный момент они находятся в строю и выполняют все это. Какой украинский второй секторарь прокурил по вашей стороне? Ой, по нашей информации, там находились поляки, американцы. И вроде как, но это еще не подтвержденная информация, но... Вероятность того, что люди эти находились там, буквально процентов, наверное, 75-80, это это негри. Блэк-вотерцы? Ну, блэк-вотерцы, это американские... Ну, это бродовцы, да? Да. Да. Да, дело в том, что буквально, буквально, может, дня 2 или 3 были задержаны два граждана Америки, блэк-вотерцы, которые пытались там и вены себе вскрывать, и градусники грызли. Благодаря нашим медикам... Ну, можно так сказать, что их задержали, поймали. Это группа была, которая работала именно в Луганске, которая работала по гражданам Луганска и Луганской области. Они сейчас задержаны, находятся в плену, с ними работают, с службой безопасности. Вот, и их жизнь ничего не угрожает, это знаю, на 100%, потому что они там пытались вены вскрыть, я говорю, еще раз повторюсь, я говорю, градусники там грызли. Ну, дабы покончить жизнь самоубийством, ничего не получилось. Хочу, я, конечно, дико извиняюсь, я хочу обратиться к жителям Украины. Ребята, вы вот там сидите, у вас там пичкают информации, что во время боя погибло 2 человека. Это такая чушь. Даже далеко ходить не будем. На нашем рубеже мы лично видели, как вывозили 2 Урала мертвых солдат, ваших солдат. Украинских солдат, да. Укроповцев. Их вывезли, выкопали яму, высыпали, катали асфальтом. Засыпали щебенкой и укатали. Ихние матеря или производители, как я их называю, получат бумажку. Либо пропал без власти, либо дезертир. Все. Никаких денег, компенсаций вы не получите. Ваши сыновья здесь умирают. И умирать будут не за что. Только из-за того, что у вас ума нет, засылать сюда людей, своих сыновей, отцов, на чужую родину. Это наша родина, это наша страна уже. Все, забудьте о ней. Мы здесь можем умереть. Мы знаем, за что мы здесь умираем. За что вы здесь умираете? А вы будете здесь умирать пачками, миллионами. Порошенко сейчас издал приказ о частичной мобилизации. Да сука, хоть создайте полную мобилизацию. Мы здесь вас всех будем ложить. Поверьте, у нас есть здесь встреча чем. И у нас духа в раз 300 больше, чем у вас. Мы вас не ненавидим. Мы вас немножко даже как-то, может быть, жалеем. Но поймите одно. Это наша земля. Здесь живут наши дети, наши родители, наши бабушки и дедушки, наши прадеды здесь похоронены. И мы отсюда не уйдем. Нам некуда идти. И мы не собираемся бежать. Мы вас здесь всех накроем. Всех. И поверьте, у нас есть чем. И духа у нас, еще раз повторюсь, раз 300 больше. Слушай, ну то, что здесь сотни миллионов, 700 человек, сотни, так сказать. Да, да. А где этот могильник последний? Последний могильник находится где-то вот здесь, в Станично-Луганском районе. Буквально информация, это будет, ну эта информация уже подтверждена местными жителями. И я думаю, что если рано или поздно... Это район Петровки. Да, в районе Петровки, по частям, там вот, ну где-то, говорю, в этом районе. И это реально подтвердится информация, если все-таки рано или поздно вот эти задницы с ЕС подымят и начнут объективно рассуждать по поводу, что происходит у нас в Украине здесь. Вернее, у них в Украине, у нас на ЛНР, ДНР, Новороссии, это уже сейчас так называется. И когда они уже объективно решат, решать этот вопрос и поднимать эти темы глобально, тогда вы поймете, сколько здесь людей уже погибло. Не с нашей стороны, а с их стороны. Ну, речь уже идет, конечно, на тысячах. Не, а из девяти даже тысячах. Больше, намного больше. Ну, помимо, так сказать, того, что вот Украинцев, где-то, мой бой, да, садами, списывают, вы еще специализируетесь, если я так понял, как пилотом. Да. А мне сказали, что ЛНР, бомбили подпольские лёгки, здесь наемников хватает. Наемников реально здесь хватает. Вот юноша стоит рядом с тобой. Вот, ну, у него позывной русский. Хотя он якобы на внешности не является русским, но он русский в душе. И он так же само с первых дней со мной в моем подразделении, он вообще не отстает. Все время со мной рядом. Он второй номер на Азушке, в зенитном установочке. Все, тебя мы подражали обои. Я вам скажу так, ребят, залетайте. Вот последний раз, я помню, там залетело пять штучек, да, только двое вернулись. Да ради бога. Я вам реально говорю. Еще попросим. Заходите, всегда рады, всегда у нас небо открыто для вас. Милость обалденная. Стреляем тоже на ухнарь. Без промахов. Бока жалеет. Нет, он не бывший летчик. У нас была ситуация, был выезд на Азушке, и он выбегает, а у него летческая пилотка. Я говорю, ты что я делал? Он говорит, ну мне товарищ передал, бывший летчик, говорит, все. Я говорю, да ты сам не летаешь и другим не даешь. Понял, видите, ладно, удача. Так и работаем. Да, вот этот апелечек, ну тут осколки видно, тут видно, что вообще ничего живого не осталось. Первый раз я на ней попал в малой верхунке под обстрел минометный, а второй раз уже, ну это был окончательный снаряд лёг буквально в 30 метрах, вот там даже видно. Ну и машина тут и осталась уже. Да, вот дом, в котором мы жили тоже потекло. Да, оно живо все были. У меня руки потекло. Ну рядом тоже можете посмотреть, тут все разбито. Ну а вот это вот, вот так вот покажу, прямое попадание снаряда в дачный массив. При первом арт-обстреле здесь был ранен, ну не здесь, в районе были ранены женщина и мужчина. Двое, двое женщин, две женщины выводили. Одна женщина была тяжелая. Обстрелию в основном... У нас тут не было, слава богу. Это дали, да? Да, там находились гражданские. Нас не было, они попали на дут. Ну стандартный пример, здесь никаких позиций, ничего не ополченцев не было. Обычная дача, старички. Вот все, что осталось после попадания снаряда, видимо, из ГАЗа, вот этой дачи. Это что, кассеты? А на нее крепятся еще... Получается, это кассета, да. Здесь... Контейнер сам. Контейнер, ну это контейнер, да. На нее крепится еще куча мин, которые она вытягивает. Здесь вот так вот идет еще... Это запрещено, да? Как? Наверное, не знаем. Снимаешь? Да. Ну, то есть они, когда летят, они выскакивают. И покрывают большую площадь, вообще. Если вот эта штука отстреляет... А эта кассета, она уже... Ее уже не стартует, да? Да. Ну, вот она может быть заряжена. Уже не может быть. Ты ногой не трогай? А я уже выдернуть пытался, не получилось. Вот вы дергали, говорят, очень хорошо. У меня тоже так вот дергали. Ну, а там внутри пустая, мы смотрели. Вот здесь, походу, все запал был, который выгорало, налетело. И, походу, откидывало еще мины. Ну, еще час. То есть вот запрещенные европейскими конвенциями оружия. Ребят, ну, я вам скажу, я водитель такси, я не знаю, что запрещенное в мире, что не запрещенное. Я просто могу вам показать, с чем нас херячат. Херячат, это не мат. А там, я думаю, люди разберутся, запрещенное это или нет. И дело в том, что вот таких вот подарков от Порошенко у нас по территории очень много валяется. Воткнутых, у нас пацаны, как бывало, вытягивали. Ну, цветы металла, поэтому можно... Да, да, да. Местные жители, я думаю, или подорвутся, или сдадут на цветмет. Ну, надеюсь, и не подорвутся. И таких подарков у нас достаточно. От души, короче, у нас чтобы ухили. Да, так. Без души. Вот работа осколков. Ну, ясно, что отрабатывали. Протышите, скажите, там. Да, да, тут они... Вот, варят, лёхпадер, варю воронку, пока. Это ходило от ПАУ. Вот это воронка САУ. Вот ещё лежат запчасти от неё. Акация, да? Вот она. То есть, 152 миллиметра, да, Герой? Да, 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 да. Это так. Ну, тут осколка, я вам скажу. Можно на новую машину насобирать. Ну, когда будет принимать в Турфермет? Я думаю, он будет. Вон, вы видите, прекрасно, что здесь. Здесь можно, я говорю, их миллион насобирать. После всего этого, все, что вы увидели, ответьте мне на один вопрос. Вы, сука, с кем воюете? С нами или с мирными, а? Вы кого уничтожаете? У меня автомат, у него, у него автомат, у нас всех автоматы здесь. На позициях, с нами воюете. Зачем вы город долбите? Я думаю, вы уже увидели город Луганск. Вы, сука, его во второй славянск превращаете. А вы не переживайте о том, что мы можем Киев, Харьков, Львов превратить. Только в два раза хуже. Вы не задумывались об этом. Я думаю, стоит задуматься. Русские, расскажи, что ты тянешь в небо. Ты почему с душкой работаешь, в пилотке, в ВВС, в Украине? Нет, я не работаю нигде, блин. Я не был там ВВС никогда. Но дело в том, что, потому что меня так решили, что я пилот. У меня пилотка была, от которого человека осталось, военного летчика. Он летал в советское время. И в Чечне он тоже в свой живот положил. Но всегда он приходил целым, невредимым. И даже самолет был целым. И считалось, что эта пилотка, блин, это удачливая. Вот и поэтому мне подарили ее. Но я сам как летать не умею, блин, никому не даю. Честно, хотелось бы сказать, да, вот. Вот, не только укроповцам, всему миру. Это война. Это конкретная война. Это не просто гражданская война. Америка диктует, и, блядь, некоторые собачки, блин, за косточку друг к другу готовы горло перегрызть. Вот. Что я хочу сказать еще укроповцам, блин? Вы еще не только за Севастополь ответите по ходу. За Одессу Мариупу. Ну да. Вот. Ну и еще бы за целостную Новороссию, Одессу. Мы же не приходим к вам за всякими претензиями. Вы хотели жить в Европе? Пожалуйста, там живите. А мы просто хотели отделиться от вас. В чем наша вина? Подумайте об этом. И вот говорят, что мы террористы, террористы, да, вот. Да. Возможно, даже есть в некотором моменте террористы, блядь. Но вот почему-то мы очень хорошие террористы, блядь. Когда-то вот в станице бомбили укроповцы по мирным жителям передо мной. Пятилетний ребенок прямо разорвался на части. От нее осталось только, блин, задняя часть, позвоночник немного и три пальца от правой руки. И кто за нее ответил? Подумайте. Ну ты в Киев пойдешь? А? Или здесь останешься? Да. Дальше пойду. Если прикажут, я уже пойду. Я уже присягу. До Киева. Дальше. Дальше пойду. А, точно дальше. Что там останется? Пока не устанем. Устанем где-нибудь в Вашингтоне. Единственное, что хотел бы срелать еще. Не мы войну эту начали, но мы ее закончим. Гражданские люди, и мы еще были гражданскими людьми до того момента, как взяли в руки оружие. Мы референдумом доказали целостность Новороссии. И за это вы нас теперь пытаетесь уничтожить. Хрен вам на все лицо. Еще хотелось бы добавить о том, что люди многие, которые наши луганчане, с Донецкой Народной Республики, с области, много. Есть ребята, которые здоровые такие. Да, я большой, но я всегда таким был. Есть в 5-8 раз больше меня, которые едут, убегают от этих хунтов, боятся чего-то. Я не пойму, почему я должен от кого-то убегать, если я на своей земле, на своей родине. Есть такие, которые после первого, после второго обстрела опять побежали. Куда-то в Россию, в Киев или еще куда-то. Ну то есть не хотелось бы, что так было. Мы должны все вместе встать и прогнать этих гандонов. Просто по-другому я их назвать не могу. Прогнать их до самой Америки туда. Я надеюсь, услышат все те, кто, так сказать, беженцы, мужчины. Вот я вот такой, какого у меня родили, который я вырос. Ну он большой, я маленький. Есть и большие еще, есть еще и поменьше. У нас разные люди здесь, но они все с оружием в руках, которые защищают наших братьев, луанчан, дончан, нашу маленькую, так сказать, Новороссию. Они все тут стоят с оружием и все готовы умереть ради этого. Они знают. А вы те, которые убежали, ушли, так сказать, ну или испугались. А чем вы отличаетесь от нас? Сидят в Крыму и пиво пьют и на пляже там развлекаются, загорают. Я такой безбашенный. Это я лично говорю, потому что у меня двое детей и жена сейчас там находится в Крыму. И она видит это все. Или нам терять нечего. Есть и со Славянска, и с Краматорска. Я общаюсь с ней периодически. У меня до войны был бизнес, которые просто побежали на рынке. Моя, так сказать, супружица этим занималась. Я таксовал. Пытался как-то наладить быт, жизнь. Случилось прекрасное. Весь народ в Луганской, Донецкой области поднялся и решил, что те, кто не достойны быть Новороссией, мы, истинные граждане Новороссии, мы провозгласили себя. Провозгласили как? Коллективом. Всем коллективом Луганской, Донецкой области. Все гражданские люди проголосовали. А те, кто предатели, можно сказать, еще и хуже, сбежали под всякими разными предлогами от нас, которые бросили здесь все, дабы сберечь свою шкуру. А вы задайте себе вопрос, а куда вы вернетесь? А нужны ли вы здесь будете или нет? Я считаю, что нет. И я уверен, что любой здесь, который здесь стоят, ребята, они уверены, да нахер вы здесь всрались. Вы свой путь выбрали в бега. И бегайте до конца своих дней. Всего доброго. Это горят позиции укропов. Это станица как называется? Это нижняя крова, это нижняя. Нижняя, вверх, там два села вместе. Это позиция укропов в нижней Аль-Хала.